Девушки отдыхают Нет, это слишком тихо, я не слышу. Вы готовы услышать комедию громко-громко? Да, три года назад у меня умерла мама, теперь у меня посттравматический синдром. Сорян. Я не знал, как сообщить эту информацию вообще во мной. Так бывает, так происходит в жизни. Пожалуйста, не напрягайтесь во время моего выступления. Не надо сидеть с грустными лицами, из-за этого никто не воскреснет. Понятно? Ну, даже если вы будете прям, я попробую. Не надо, пожалуйста, просто оставьте эту ситуацию. И вы можете сказать, у меня посттравматика. У меня теперь после смерти матери посттравматика развита. Я теперь тоже боюсь умереть и все такое. И вы можете сказать, иди лечись. Ты что пришел рассказывать нам вот это сюда? Зачем? Ну, расскажи что-нибудь другое. Там про магазин, как ты ходил. Но магазин мне не носил психотравму, понимаете? Кроме одного раза, когда возле пятерочки сидела собака бездомная, я решил ее покормить. Купил ей сосиски дешевые, покормил. А она умерла. Вот такая. Вы привыкнете к этой теме, ничего не поделаешь. Вы знаете, что такое посттравматика вообще? Кто не знает, посттравматический синдром, это когда у тебя умирает родственник, и ты капец как уверен, что в следующей списке идешь ты. Хотя объективно я не самый старший в семье. Но мефедрон имеет свойство выравнивать всех в этой жизненной гонке. Я употреблял наркотики. Мой вам совет, не употребляйте наркотики. Я надеюсь, вы адекватные люди, вы сами все понимаете. Я употреблял наркотики, но не подумайте, ни что-то жесткое, ни героин, ни опиум, чисто гашиш, чисто гашиш колол. В целом я употреблял как-то так. Но я бросил наркотики, потому что у меня голова есть на плечах. Я давал себе отчет. Я знал, что четвертый передоз будет последний. Я прекрасно это понимал. И вообще я избавился от наркотиков благодаря моей жене, за что ей честь и хвала, потому что если б не она, бы я этот килограмм продал. В целом я полностью отдаю себе отчет в этом плане. Единственная проблема, у меня начали появляться какие-то маниакальные загоны после смерти мамы. Я, например, переворачиваю все время зубные щетки. Не так, что я переворачиваю и присаживаюсь. Потому что там же тоже надо чистить, правильно? И не так, что я не ворсинками чищу, а чистой палкой. Стою по десну, вот так долблюсь я, потому что... Чтобы десны были в порядке, им нужна их же кровь, правильно? Нет, не на стольке я сошел с ума. Как я переворачиваю щетки? Я просто придумал себе поверье на примере щетки моей жены. Если зубная щетка моей жены смотрит на меня, то все окей. Если щетка моей жены отвернута в сторону выхода, то моя жена умрет. Я не знаю, откуда у меня это в башке. Ну, я не знаю, как я это выдумал. С моей щеткой все то же самое. Поэтому, если хотите узнать, как я к вам отношусь, вам надо у меня переночевать и возьмите с собой зубную щетку. Если утром будете умываться, щетка смотрит на вас, все окей. Если щетка отвернута, вы мне не так и дорогие. Я вас спасать не собираюсь. Ну, я так серьезно. Я... У меня все дома. Я отворачиваю все абсолютно, чтобы оно не смотрело на выход. У меня из-за этого даже член в бок. Я серьезно, потому что его-то я точно спасу. Ну, все предметы отвернуты. Тапочки не смотрят на выход. Фотографии не смотрят на выход. Все бытовая техника отвернута от двери. Я когда в квартиру захожу, такое ощущение, как будто хат на меня обидел. Знаете, просто пришла от меня уйти в какой-то момент. Слышали такую тему, что нельзя спать ногами в сторону выхода? Слышали? Я амбассадор этой темы. Я амбассадор этой темы. Я как-то ездил с друзьями с палатками отдыхать за Волгу. У меня четырехместная палатка, большая очень. У меня друзья раньше меня спать легли. Я возле костра посидел чуть-чуть. Я захожу в палатку, а они все лежат ногами к выходу. И я решил их спасти. Вас хоть раз ночью разворачивали в палатке со словами «так дело не пойдет». Хоть раз... Психика очень сильно пострадала в том плане, что мне прям было тяжеловато какие-то... Через полгода примерно мне начало становиться прям плохо. И в этом плане мне очень помогла моя жена. Она у меня психолог, и она сразу знала, что с этим делать. Во-первых, она не трогала предмет, который я перевернул. За что ей большое спасибо, потому что для меня это важно. А во-вторых, когда у меня начиналась паническая атака, я такой, Юль, я умираю, я умираю. Она такая, ты заебал. Паническая атака, а жопа у тебя не болит? Иди, попей воды. Я говорю, а если я захлебнусь, она говорит, да не пей. Я говорю, если я умру от обезвоживания, она говорит, да попей чай. Я говорю, да чайок попью, Ахмад же придает силу. Вот так я успокаивался. И из-за посттравматики я теперь сам боюсь умереть. Все время боюсь умереть. Из-за этого я ненавижу ездить в такси. Я вам отвечаю, ему однажды все там сдохнем, потому что это какой-то беспредел уже. Я как-то ехал в такси, и в какой-то момент у него загорелся капот. Стоп, не задымился, загорелся. Ну, был огонь, а у него дворники, не пожарники. Как они уберут все это, весь этот огонь? А я в кино смотрел, так спасаются. Я думаю, дверь приоткрою, вывалюсь. Видели, в кино так часто спасаются. Я только открыл дверь, а таксист давай надо мной смеяться. Представляете, мы едем, горим, он надо мной хохочет, я с открытой дверью, вот такая вот картинка. Он говорит, ты что это, вывалиться собрался? Я говорю, а ты думаешь, за три сутки с тобой сдохну? Не собираюсь я умирать в твоем такси? Я теперь, когда еду в такси, я специально говорю вслух какую-то фразу, чтобы таксист всю жизнь об этом думал. Я так мщу. Он же подслушивает ушком своим. Я специально громко что-то произношу, что-то невнятное, чтобы он вообще потом всегда об этом думал. Я как-то ехал с женой, мы ругались, и в какой-то момент она мне говорит, вот ты опять все забыл. Я говорю, извини, что у меня альцгеймер. Вы бы видели лицо таксиста. Ну, он больше на дорогу не смотрел. Он так в зеркальце х**ил. Он никогда в жизни не видел человека с альцгеймером. Он думает, мы выглядим вот так вот. Он так думает. И раньше моя жена меня постоянно ругала за это. Говорит, не надо так делать. Зачем ты говоришь ей вот эти все фразы свои? Все время меня ругала. Но из-за того, что посттравматика, из-за того, что мы не так давно переехали в Москву, у нас здесь нет родней, мы как-то сплотились, знаете, стали одной командой. Мы как-то ехали с ней в такси, и у меня началась паническая атака. Я начал смотреть видео специально, чтобы успокоиться. А наушников не было. Я громко прибавил. Она говорит, убавь. Я говорю, не буду убавлять, я нервничаю. Она говорит, а что ты нервничаешь? Я говорю, зачем мы сдали детей в детдом? Она говорит, ой, дебил. А нахер, они нам нужны. Поняли? Она теперь на моей стороне, подыгрывает мне. Серьезно, я боюсь вообще всего, абсолютно всего. Какая-то нестандартная проблема для вас, но простая все-таки проблема. Для меня это дикий страх. Я не так давно у меня лопнули сосуды в носу. Я про это не знал. Я, оказывается, сильно высморкался, и все было нормально. Не как в тот раз во время кунилингуса. Все было нормально, все было хорошо. Прошло часа два, я смотрю телевизор, пью чайок, сижу. И чувствую, у чая вкус меняется. Знаете, я пил зеленый, смотрю, пью КРКД. Поняли? Вообще, я началась кровотечение. Мне 29 лет. Естественно, это паника. Я так был на панике. Я все, что знаю, когда идет кровь из носа, надо ватки в нос. Воткнуть себя, и все. А у меня была встреча с другом в Макдональдсе. Я ватки себе воткнул и пошел в Макдональдс. Вообще, самая худшая идея, которая вообще могла бы быть. Вы хоть раз сходили на людей с ватками в носу? Я когда зашел в Макдональдс, они на меня так смотрели. Не как будто у меня ватки в носу, а как будто я туда зашел без ебанника. Поняли? Они вообще на меня так смотрели. Как будто я говорю, не, обращайте внимание, сейчас Макфлури все полью, пройдет адская боль. Вообще, вот так на меня смотрели. Мы сидели с другом, общались. Крови не было, все было хорошо. И в какой-то момент, как, начала опять литься кровь. На меня люди так начали косо смотреть. Типа такие, а что это он принес с собой свой кетчуп? Вообще, на меня начали осуждать. Мы уехали с другом в больницу. И мне в больницу вставили такие, ну, тампоны специальные в нос. И, по сути, мне на лицо надели, ну, намордник такой, знаете. Не зря же меня врач их погладил. Говорит, хороший мальчик. Она говорит, все, успокаивайся, выйди, посиди на скамеечке. Я вышел, присел рядом с бабушкой, только начал успокаиваться, только начал приходить в баланс. Бабка, давай возле меня молиться, поняли? Но я на нее смотрю, думаю, она меня отпевает. Настолько было страшно. Я так выдохнул грустно, что бабка от меня аж отсела, поняли? Она прям вот так по стене хуйка убежала вообще. Нельзя выдумывать, вы серьезно? Она просто улетела на небо. Я знаю, что тема все равно для России не очень. Мы не любим шутить на тему смерти или что-то такое обсуждать, чувствую некое напряжение. Поэтому давайте мы с вами попробуем перейти на новый уровень. Мы с вами просто поговорим о чем-то отвлеченном, но проверим, есть ли у нас общие струнки. Давайте попробуем мы с вами. Кто хоть раз в жизни что-то переписывал от руки? Поаплодируйте. Потрясающе, потрясающе. Я, если честно, с детства ненавижу что-то переписывать от руки. Знаете, домашнюю работу переписывать от руки, коды для ГТА вот эти переписывать от руки, вот эту предсмертную записку своего отца. А вы что, ни разу не переписывали предсмертную записку отца? Никто? Да давайте, вы что, это единственный момент, когда мы можем объединиться. Вы что, давайте, ну, давайте все вместе, раз, два, три, суицид отца. Нет, не будем скандировать, странно. Десять лет назад мой отец покончил жизнь самоубийством, он повесился, вы что зависли. Я имею в виду, что прошло уже много времени, знаете, прошло много времени. Ну, я люблю своего отца. Хороший человек, был очень клёвый. Прикиньте, у него было девять любовниц. Девять любовниц. Ну, неудивительно, что он повесился. Это же девять чатов. Ну, у меня недавно друзья вконтакте прислали голосовухи общей сложностью в 27 минут. Так я их нахуй удалил с друзей. У меня зачем вообще это общение, правильно? Девять любовниц. Я вам отвечаю, у меня не батя, а кот. Это же надо девять разных жизней, чтобы с девятью разными бабами их провести. Если проводить еще одну аналогию с кошками, я уверен, что одна из его любовниц рожала от него в подъезде. Я уверен, что был такой момент. Ну, папа был клевым человеком, несмотря на то, что он однажды маме предлагал создать многоженство. Ну, вообще, мне кажется, это странная идея. В этом плане я не очень поддерживаю своего отца. Ну, как можно в России предложить многоженство? В какой момент? На рынке? Типа, здорово, что мы взяли пять мандаринов, а не один, правда? Вот бы их еще и трахать. Ну, в какой момент предложил? Или когда баба идет с двумя пакетами полными, говорит, Валер, у меня не сто рук, ты не хочешь мне помочь? Он говорит, ну, есть одна идея. Ну, да, в какой момент? Тем более, это же арабская тема, на самом деле. В России никак не приживется. У меня папу звали Леша. Не звучит круто? Леха Шейх. Леха Шейх звучит, как погоняло чувака, который по пьяни на районе из-за парка верблюда украл. Нет такого же Леха Шейх. Тем более, предложить это вообще в 90-е, в Самаре, мы живем в Хрущевке. Это как надо любить спать вальтом, чтобы еще людей позвать вообще в квартиру. Зачем это надо? Вообще, единственный плюс многоженства, что у тебя теперь до хера поручители. Нет такого вообще больше ни для чего не нужно многоженства. Самое тупое может быть, если чувак, у которого многоженство, на стороне создают еще одну семью с многоженством. Нет такого просто 19 жен, 19 детей. Я говорю, ну просто люблю компанию, люблю компанию людей. У меня нет никакой обиды на родителей, они жили своей жизнью, ну как умели, как умели жили своей жизнью, нет никаких обид в этом плане. Вы слышали такую фразу, что человек становится взрослым только тогда, когда у него умирают родители? Слышали такую фразу? Ну так и есть, на самом деле так и есть. Но фишка в том, что я стал полностью взрослым, и мне это не нравится. Ну, это же так по-взрослому, знаете, пугаться резко, когда сзади к тебе подходит человек и тихо говорит «Привет». А ты такой «Ох, ёлки-палки, здорово! Я что тут делаю? Покупаю щетку с держателем, чтобы жена жила дольше. А ты что за бопришел в магазин?» Или паническая атака в Сбербанке. Бывало у вас такое? Стоишь в очереди два часа, тебе уже плохо, начинается паническая атака, а ты такой «Да вообще, пухуй, проще сейчас умереть 13% годовых». Я вообще никогда их не отдам. Или когда спокойно идешь по улице, думаешь, либо инфаркт, либо ребро болит. Она тебя просто с кондера капнула. Ух уж эта взрослая жизнь. Люблю взрослеть, очень нравится. Многие люди, к сожалению, играются с депрессией, потому что не понимают, что это такое. Некоторые люди специально усугубляют свои психические проблемы. Например, у мужика все плохо. Развелся с женой, у него остались дети. Надо платить алименты, ипотеку, много кредитов. Он уже хочет повеситься. Вечером приходит домой, открывает ноутбук, включает Чернобыль на HBO. Говорит, я надеюсь, они передали атмосферу. Какую атмосферу? Ты больной, ты и так живешь в пятиэтажке возле гаражей. Ты каждое утро выходишь, видишь Припять. Зачем ты вообще усугубляешь этот момент? Не надо так делать. У меня была депрессия. Я не знаю, как она себя ведет. Она то появляется, то исчезает опять. Бывает хороший день, утро, знаете, прям так светит солнышко. Думаешь, как все здорово, как все хорошо. Едешь с другом, встречаетесь в ресторане, ты ему рассказываешь про свои панические атаки, он тебе про свои панические атаки. Ты ему про свою боязнь смерти, он тебе про свою боязнь смерти. И вы так выговаривайтесь, вам становится легче, потом переходите на другие темы, типа кино, книги, главное, чтобы название не было слова «Смерть». И все, и вы общаетесь, все замечательно, хороший вечер. Ты уже прощаешься с другом, выходишь, вызываешь такси, думаешь, как было здорово, Какой хороший день. Садишься в такси, а у него на все играет. Был пацан, и нет пацана. Думаешь, ты в натуре. Какой козел. Ну, испортил мне чудесный вечер. А я сразу понял, что это стакан и хлеб сверху, это не вонючка у таксиста. Я сразу понял, что это... К сожалению, некоторые люди не умеют поддерживать, когда у кого-то случается беда, потому что у тебя условно эта беда не случалась. Ты не знаешь, как правильно подобрать слова к такой ситуации. Я идеально умею поддерживать людей, когда у них случается какая-то трагедия. Я идеально умею поддерживать. Если у вас кто-то умрет, звоните. Я в этой теме плаваю. Вообще абсолютно вас всех поддержу. У меня у подруги умер отец, и я могу разговором вытащить человека, чуть-чуть отвлечь его, потому что я в разговоре не использую ни одного слова триггера, который напомнит про смерть. Мы общались так с моей подругой, и я не говорил такие слова, как земля, лопата, полная семья. Вообще не использовал таких слов. Я даже ее повел в дальний магазин, хотя был ближний. Она говорит, а что мы идем в дальний? Я говорю, просто прогуляться. А в ближний мы не пошли, потому что он называется лента, настолько я дотошный. Помогал как мог. К сожалению, мои друзья не умеют так поддерживать. Когда у меня умерла мама, прошло пару дней после похорон, мне звонит друг и говорит, братан, у меня беда. Я говорю, какая? Он говорит, я шею налево повернул, ее заклинило. Я говорю, ты серьезно? Он говорит, ой, братан, прости, я забыл. А-а-а, повернул, поняли обратно голову, и даже тут я ему помог, обратно шею расклинил. Цените своих близких. Если у вас есть даже пять минут свободного времени, звоните им. Самый ужасный момент в моей жизни случился, когда я после смерти мамы через пару месяцев поехал выступать в другой город. И я раньше никогда не звонил, знаете, никогда не звонил, не говорил, что доехал, и все такое, все хорошо. А тут я такой, надо позвонить, у меня прям четкая уверенность, что надо позвонить, предупредить, что я приехал. Я взял телефон и понял, что звонить больше некому. Это самое ужасное, что может случиться. Мне было так грустно, знаете, я сидел и думал в такси, почему, почему Белая не ловит в Альметьевске? Вот так я подумал, это... Я очень благодарен своим родителям, потому что они подарили мне жизнь, и ваши аплодисменты, ваш смех, это все делится напополам. Все уходит не только мне, и больше всего мне нравится история любви моих родителей. Мой папа был музыкантом по молодости, знаете, такой хиповатый чувак, у него была сережка, длинный волос. А моя мама работала в магазине, вот как они познакомились. Он несколько недель ходил, просто наблюдал за ней, даже не разговаривал с ней, это мне мама рассказывала. И в какой-то момент он пришел и положил на прилавок два билета, говорит, сегодня мы идем на Хазаново. Я родился благодаря комедии, я результат силы, понятно? Поэтому с этих пор называйте меня не Гоша Белбородов, теперь я Энкин Скайуокер. У меня на этом все, вы прекрасная публика, большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!